Хайр Лирте, с добрым утром, уважаемые телезрители! Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня среда, 16 февраля. С добрым утром, Хайр Лирте, хроматлийон Аулулар. Местное телевидение начинает свою передачу. Сегодня 18 февраля, пятница. Дорогие зрители, сейчас перед вами выступит заведующая отделом торговли местной администрации Марина Римовна Порозова. Президиума Совета Министров Республики Башкортостан. 22 июня 1993 года на территории республики введено лицензирование торговой деятельности предприятий, производства и реализации продукции общественного питания. Функции лицензирования в местной администрации возложены на отдел по торговле и отдел экономики. Отдел торговли занимается лицензированием предприятий государственной собственности, которые занимаются торговой деятельностью, производством продукции общественного питания. Сюда относятся райпо, орсы и производственно-заготовительное объединение. Кроме того, наш отдел занимается лицензированием всех фирменных магазинов наших предприятий, занимающихся переработкой и реализацией своей собственной продукции. Отдел по экономике выдаёт лицензирование коммерческим структурам, предпринимателям, физическим лицам, занимающихся торговой деятельностью. Для того, чтобы получить лицензию на право торговой деятельности, нужно уплатить сбор в размере минимальной месячной заработной платы и предоставить в соответствующий отдел по выдаче лицензий квитанцию об уплате данного сбора. Чтобы получить лицензию для торговой деятельности, предприятия должны предоставить следующие документы. Письменные заявления. Данные по материально-технической базе тех предприятий, в которых производится торговая деятельность. Данные о квалификации кадров. Заключение госсанэпидемстанции и госпошнадзора. По этому пункту здесь внесены некоторые изменения. Раньше мы пользовались платными услугами санэпидемстанции и госпошнадзора. 1 января 1993 года, во изменении бывшего постановления, все эти услуги предоставляются бесплатно. Кроме того, для получения лицензии предприятия должны предоставить обязательный ассортиментный перечень товаров, которые реализуются в данном торговом предприятии. Вот эти все документы, плюс квитанции, приложенные к этим документам, служат основанием для получения лицензии. Кроме того, имеется ряд групп товаров, которые облагаются акцизами. Здесь есть и продовольственные, и непродовольственные группы товаров. Из продовольственной группы товаров это касается виноводочных изделий, пива, безалкогольных напитков, шоколада и табачных изделий. За товары, которые облагаются акцизами, предприятия также должны уплатить разовые ставки для дальнейшей их реализации. Например, виноводочные изделия, коммерческие структуры должны заплатить 1 462 000, а государственные предприятия 731 000. Все эти ставки и размеры данных уплат вы можете узнать в отделе по торговле или в отделе экономики местной администрации. Лицензия на право торговой деятельности для государственных предприятий торговли выдается только юридическому лицу и бессрочно, а для коммерческих структур установлен срок в течение одного календарного года. Действие лицензии распространяется только на той территории, где эта лицензия была выдана. На товары, сложно бытовой техники лицензия выдается только в том случае, если данное предприятие заключило договор на гарантийное обслуживание. При отсутствии такового договора лицензия не выдается. Муниципальное малое предприятие «Шанс» организовано в феврале 1992 года. Оно оказывает населению города и района парикмахерские услуги. Руководит малым предприятием Фазылова Физа Синатуловна. В четырех бригадах коллектива работают 24 мастера. Они обслуживают четыре салона. На базе ПТУИКО работают два мастера. В бане и сельхозтехнике по одному парикмахеру. 13 мастеров работают в центральной парикмахерской. В 1993 году малым предприятиям оказаны услуги на 21 млн 660 тыс. рублей. Расширилась сеть обслуживания. Открыт салон при ремонтно-техническом предприятии, в котором оказывают услуги мастер-универсал. По заявкам отдела социального обеспечения, участники Великой Отечественной войны и инвалиды обслуживаются на даму. Выезжают также в колхозы и совхозы района. Кстати сказать, здесь обслуживаются не только клиенты нашего района, но и с близлежащих районов Башкортостана и Пермской области. Цены в малом предприятии значительно ниже, чем в других городах и райцентрах Северной зоны. Средняя зарплата работников парикмахерской за истекший год составила 39 600 рублей, в том числе в декабре – 103 950 рублей. Коллектив парикмахерской сложился уже давно и в таком составе работает около 20 лет. Все они профессионалы, мастера своего дела. Любят свою профессию, пользуются уважением среди клиентов. Хочется отметить профессиональное мастерство и трудолюбие Сарваровой Дании, Галиулиной Гульдариды, Мухаммадеевой Муллиды, Бакировой Фании, Ахмеджановой Фазины, Ахмадишина Фагима, Шариповой Лены. Коллектив малого предприятия постоянно работает над повышением квалификации, над улучшением качества и культуры обслуживания. С этой целью из республиканского бюджета были выделены средства на приобретение оборудования и сырья. Постоянную финансовую поддержку оказывает местная администрация. В школу искусств устроена выставка конкурса «Я рисую друзей». Выставлено здесь около 80 работ. Среди них есть работы живописного характера, в технике которых используется бумага, акварель, гуашь. Есть раздел графики. Здесь используется также бумага, тушь, карандаш, белила. И работа декоративно-прикладного искусства. Здесь за технику берутся дерево, керамика, гипс. Мы представили перед собой организаторы выставки. Мы хотим попросить рассказать преподавателей школы искусств Султана Ахметова Рамиса Миншариповича и Агаледзинова Адисса Агадуловича. Адисса Агадуловича, несколько слов, пожалуйста. В общем, цель нашего конкурса – это поднятие творческих способностей детей в городе. Тем более, есть ученики талантливые. И думаю, мы уйдем, они могут прийти к нам на смену. И просто разнообразить жизнь в культурном плане города. Такую мы цель ставили. Объявляя этот конкурс, я рисую друзей. И по итогам конкурса, на конкурс поступило более 500 работ. В общем, живописи, графики, прикладного характера. Мы отобрали где-то около 80 работ. По итогам выставки мы подвели самые, и у нас где-то 8 призовых мест. Нашли спонсора выставки. Это, в общем, народный дом Селлинга, руководитель этой фирмы Габдухаков. Они выделили нам определенные суммы, на что мы купили эти премии. Премии ребятам вручены. И я считаю, что не только мы довольны, но и сами участники этой выставки довольны. В общем, наши дети привыкли, что часто взрослые их обманывают. То есть обещают многие. Мы с Рамисом Шариковичем потратили зимний каникул на то, чтобы организовать эту выставку. И как бы донести до конца нашу идею. И хотелось нам, чтобы этот конкурс был ежегодным. В традиции города. Город – это значит, что каждый год такая городская выставка детского творчества. Рамис Мишаревич, Вы, пожалуйста, немного расскажите, был ли как-то ограничен, во-первых, возраст ребят, и с каким удовольствием, в общем-то, ребята, Вы говорили, участвовали в этом конкурсе? Ну, насчет возраста никаких ограничений не было. Просто у нас было положение такое, до 15 лет просто. Чтобы учащиеся только участвовали. Ну, этот конкурс дал понять нам, что в городе существует много школ, но творческая деятельность этих школ пока еще на низком уровне. Ну, эта выставка нам показала еще, что эти творческие выставки надо делать каждый год, надо развивать творческие способности учащихся. И хотя школа существует в шестой год, у нас не было еще такой обширной городской выставки. Постоянно школа искусств выставлялась только внутри своих стен, или же выставки были только в РДК и в Доме техники. Вот это первая общая выставка городская, и она, я думаю, удалась. Есть хорошие результаты, вот, среди учащихся и в живописи, и в графике. Уровень творческой способности у ребят повысился. Если можно, пожалуйста, назовите работы, которые стали... Как победителями конкурса. Да, победителями конкурса. Я думаю, вот, Рамис Мишальпович ведет у нас жейпизографик, так, в учебном плане. А я везу композицию и прикладную. Это мой... Учеников второго класса, Фазихметов Андреев, работа называется «Пейзаж». Здесь Фазихметов в этой работе показал, значит, просторы морского пейзажа. Он сам по себе очень такой человек разносторонне развитый. Он очень любит рисовать в основном природу, любит рисовать море, корабли. И вот он очень прекрасно показал волны, морские волны, вот, показал просторы морского пейзажа. Небо такое ясное, солнечное. И день такой у него получился. Очень красивый солнечный день. Рахватулиной лилия. Эта работа называется «Город моей мечты» в другом плане, совершенно в другой технике. Она изобразила свою работу, ну, в технике мозаики, имитации мозаики. И отношение к своей работе совершенно другое уже. Она отошла от привычной нам, как говорится, ну, конкретной, жизненной, обыденной ситуации. Она показывает свой город совершенно в другом плане. Она берет и другую точку зрения, верхнюю такую, как будто сверху смотрит. И совершенно другие цветовые отношения в ее работе. Ну, можно сказать, что она подошла творчески к этой работе уже. Хотел бы сказать несколько слов, в общем, о работах в графическом плане. То есть наша выставка разделена на разделы живописи, графики и прикладного искусства. И вот я хотел бы отметить самые удачные работы на этой выставке. То есть они как раз заняли призовые места. Хочу отметить работу Минилой Светланы. Она у нас учится в четвертый год в художественной школе, так? И вот эта работа, чем она интересна, и сам эту работу отметили не только мы, члены жюри, но и посетители выставки. В общем, ей удалось в этой работе передать состояние. То есть состояние человека, в общем, состояние окружающей среды, интерьера. Называется работа «Цветы в интерьере». Она выполнена в технике белила, тушь. В общем, сложная техника. И еще почему, может быть, они начали работу в этой технике? Потому что я сам как художник-график работаю в издательствах. И то, что мне предмет знаком, вот эта техника, естественно, она передается, наверное, и моим учащимся. Второе место в разделе «Графика» заняла работа «Гать на Иоусу», тоже ученица третьего класса, то есть художественной школы. Работа называется «Интерьеры выставки». Но это я как чувствую в видении нашего фильма, в смысле фильма, который мы любим, «Мария». Бразильское кино, и вот интерьеры выставки, вот «Дом моделей», вот эти самые натурщицы, в общем, очень интересные интерьеры выставки. В общем, тут атрибуты выставки, вот эти перила. В общем, то, что вот она хотела вырызть через свою композицию, через графику, ей удалось. Мы отметили ее второй премией. Потом хотелось бы отметить работы вот Фази Ахметова Андрея и Салимова Айдара. Тоже в технике тушь-перо, в общем, это сложная техника. Вроде на первый взгляд кажется, что это просто, вот, перо и тушь. Но вот именно в линии ей удалось, вот, знаете, состояние детских этих. Это, в общем, у нас такое задание было, иллюстрация детской книги. И вот это работа Салимова, вот, графика, вот, Ватман, и работа Фази Ахметова Андрея. Помимо уроков я еще занимаюсь творчим, рисую, так. И вот это портрет, женский портрет, вот, техники, темперы, так. Это композиция в сложной технике, в общем, женские фигуры. Эти вот две работы. Я, в общем, в городе строится ресторан новый. Хотели мы с Рами Смешаритовичем, вот, в свободное время от педагогики, расписать стены, вот, в такой манере современной, в общем, абстрактной. Это, в общем, эскиз росписи. Это женский портрет техники. Самая такая классическая, в общем, акварельная. И графика моя. Там вот я могу показать несколько работ, в общем, из книжных графиков. Раньше, в общем, у нас предмета истории больших не было. И вот эту книгу сначала до конца, в общем, обложка, вот, суперобложки, вот, оформил я. Ну, там есть и внутри чёрно-белая графика, вот, чёрно-белая графика. Мне долгое время посидеть в республиканской библиотеке имени Крупской, в общем, искать исторический материал, потому что книга охватывает большой период. В общем, начиная с зарождения больших сенаций и включая, вот, восстание Салавата, Пугачёва, в общем, хроника войны отечественной, в общем, сегодняшний день, и, в общем, нужно было поискать фотографии, материалы, делать какие-то зарисовки, копии. И, в общем, в итоге вот книжка эта вышла. Теперь участие Башкирии, вот, занимается по этой книге. Я рад, что какую-то маленькую лепту я внёс в рейт-ретьих культур. Да, выходит моя книжка, она уже вышла, это Маули на башкирском языке, в общем, очень много иллюстраций там моих работ. О вашем творчестве как художника? Спасибо. Так, ну, творческая работа, она, конечно, очень много сил требует художникам, от творческой личности, много времени. Ну, в данный момент я занимаюсь работой, вот, у меня последняя работа, незавершённая. Это цветок, домашний цветок, просто как постановка, натюрморт, она сделана в такой реалистической технике. Она, видите, ещё не оформлена даже. Когда закончили, я его оформил. Ну, я участвовал на выставках студийских работ в городе Ижевске, участвовал на выставке в армии, участвовал в районных выставках, которые проводились 60-летию образования, то есть в Башкирии. Ну, здесь несколько работ, которые я выставил сейчас. Это пейзажи, в любимой моей технике говорили. Это портрет, женский портрет. И женский портрет, выполненный графической технике, тоже карандаш. Есть агварельные этюды. Агварельные этюды, выполненные тоже, ну, в технике лассировки. Хотелось бы вам пожелать творческих успехов в дальнейшем. И, пожалуйста, немного скажите нашим зрителям, как долго будет работать выставка. Ну, выставку мы собираемся продлить где-то до конца марта. Ну, она будет еще экспонироваться у нас. Всех участников, всех живущих в Януоле, кто интересуется искусством, мы приглашаем посмотреть выставку, ну, сделать для себя какие-то... подчеркнуть что-то интересное, может, кто-то после увиденного займется творческой деятельностью. На будущее, чтобы этот конкурс, вот, который мы вот столько трудообложили, вот, с Рамисом Шариповичем, продолжился, в общем, хорошей традицией. На следующий год, в октябре, имеется, в общем, объявили конкурс, также, в общем, методовая выставка, и побольше спонсоров. В общем, все-таки то, что отдаем мы детям, это приходит, ну, знаете, вот, чистой валютой, вот, в виде творчества, в виде работы. После посещения выставки появляется невольное восхищение перед юными дарованиями, а их несколько. По разделу графики первое место и соответствующие премии присуждены Миниевой Свете, второе место у Гатины Алсу, и третье место присуждено Магазу Ренату. По разделу живописи первое место заняла работа Фазли Ахметова Андрея, второе место у Рахматуллиной Лилии. По разделу декоративно-прикладное искусство у Казарбаевой Эльзы, второе место и премия присуждены Оксане Валиевой, третье место у Эдуарда Раянова. Вот такие прекрасные работы выставлены по итогам конкурса. Поистине богата земля наша и наульская талантами. 16 февраля состоялась отчетная конференция медицинских работников района. Были заслушаны отчеты по всем службам. На конференции выступили главный государственный санитарный врач района Евгений Александрович Мингалев, заместитель главного врача по детству и родоспоможению Людмила Владимировна Гелеева, заведующая центральной районной аптекой Людмила Гавриловна Масленникова, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Альфья Рауфовна Рахматуллина. Перед собравшимися также выступили главный врач города и района Марс Мунирович Ахонов, заведующий отделом здравоохранения местной администрации Артур Азатович Гибаев и заместитель главы местной администрации Разина Тимархановна Гатулхакова. С большим интересом было заслужено выступление Шарифа Хамитовича Гальмуддинова о демографическом положении в районе. Было принято трудовое соглашение об усилении социальной защищенности работников здравоохранения и обращение участников конференции медицинских работников Янаульского района к местной администрации, руководителям промышленных предприятий и населению города. Дорогие зрители, послушайте официальную хронику. Премьер-министр Республики Башкортостан Анатолий Яковлевич Копсов распорядился выплатить за счет специального счета пенсионного фонда по 100 тысяч рублей участникам боевых действий Республики Афганистан, признанных инвалидами, а также членам семей погибших в афганской войне. Главам администрации городов и районов, руководителям предприятий и организаций, профсоюзам, Фонду социальной защиты участников локальных войн и конфликтов рекомендовано оказать участникам войны в Афганистане и членам семей погибших военнослужащих необходимую социально-экономическую помощь. День защитника Отечества В целях сохранения и развития лучших традиций, формирования здорового общественного мнения о жизни и деятельности Вооруженных сил Российской Федерации Кабинет Министров Республики Башхатистан постановил повсеместно организовать 23 февраля 1994 года праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. В этот день в городах и районах Республики пройдут митинги, собрания и исчезнования ветеранов и военнослужащих, будут возложены цветы к могилам и памятникам павших в боях за Родину. Уважаемые телезрители, напоминаем вам, на территории Республики, района, проводится выборочная микроперепись, которые проводят специально подготовленные счетчики. Чтобы избежать недоразумения при посещении вашего дома квартиры, счетчикам обязательно предъявление удостоверения, подписанное главой администрации и начальником отдела статистики. Ахазер культуры ионалықлары тынлағыз. Ион Ауыл Урнек Холлык Театры коллективы Холлык Театрлары фестивалиннан қойтты. Фестивал Ушалыда 31-ші ғинвардан 6-ші февралға қадар өтті. Холлык Театры исиммен Рослау, Хамшушы исимны олу үшін Республиканың 15 театр коллективы күрешті. Абузны кейсі фестивалға қунақ бұларақ барды. Коллектив Мусифуллинның оқша кімгә керекме деген музыкал-комедиасы білен имен ғыл ауылында әм фестивал ябылған күнні Ушалыда шығыш есады. Яңауылының өзіршен әртеслары Ушалларының көңіліне хош келді. Жерлі администрация башлығы коллективға бұл әйтіп, біз әлген самовар топшырды. Ә Өзіршен композитор Жәудет Хакимов, Әм декараттыр Шамил Тарисов фестивал рамқыларында спектакліні музыкал йоқтан ұңышлы біз әген үшін, әйбәт декаратсы үшін призлар білен бұл әклэнді. Хүрмәтлі юңаулылар, бүгін, 18-ші февралді, Татарстан радиосының баш мұхәрері ұрын басары, пар қонатылар тапшырын әзірләуше ғам олып барышы, Өқташы біз, Рәззин Нұрулен, мәдәниет сұрайында районы бізнің қызықлы, түрлі өзмішлі кішілері білен ұшырашу кешесі ұзыра. Кешеді Татарстанның популяр жүшісі Рисенна, Мұстафина. Ёратқан қовескер артистлары біз Нұйл Шаймарданов, Мурад Валиев, Рима Хасанова, Флюра Хафизова, Илгиз Каримовлар шығыш есайша. Ұзләрінің тұқдимләрі, сұраулары, шығышлары білен томаша золында ұтырушылар да бұл шыраны жонландыра олалар. Кешеді жирлі қәкіміет ғам жемағат әкілләрі де құтынаша. Құшырашу кешесі магнитофон тасмасында өзіріліп, Татарстан радиосы долғынында 25-ші февральда эфирға шыға шыға шыға. Кешеді 20 сағатті башында рахиметтегіз. Шушының білен біздің тұқшырылары біз тамам. Келесі ұшырашуға шыға шығы қошығыз. На этом нашы передачы окончены. До свидания, до следуище сірече.